В преддверии 9 мая в Ставрополе прошла патриотическая акция «Сад памяти». Участники мероприятия высадили 77 деревьев – ровно столько, сколько лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Не остались в стороне известные эстрадные исполнители – Лев Лещенко, Лариса Долина, Ольга Кармухина и Анатолий Ермоленко, которые приехали в Ставрополь в составе жюри конкурса «Солдатский конверт». Каждый из них в рамках акции посадил дерево в честь своего героя. Дерево я посадил в честь моего прародителя, отца Лещенко Андреевича, полковника, который прошел две войны, финскую и Великую Отечественную, и умер, не дожив полгода до ста лет. Так что всем ветеранам желают жить как можно дольше. Это мое уважение к тому прошлому, моя благодарность тем людям, которые, к сожалению, погибли и потом уже безвременно ушли от нас, которые ковали победу и ковали эти события, благодаря которым мы сегодня живем. И мне кажется, чем больше будет таких акций, где мы можем разделить все вместе радость происходящего и горесть утрат, это будет, знаете, это будет что-то настоящее человеческое. Ну вы знаете, я когда сажал это дерево, вот в мыслях много имен было, кому можно посвятить. Вот чтобы в память о всех воинах, которые отдали свою жизнь за нашу независимость, за нашу свободу, за наше светлое будущее, я это дерево посадил, о всех павших. Потому что мы никогда не должны забывать, какой ценой завоеванное счастье, о тех людях, которые с ценой своей жизни дали нам мирное небо над головой. Главная цель акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Поэтому для организаторов проекта очень важно привлечь к нему большое внимание со стороны молодежи. Ведь о подвигах прошлых лет должен помнить каждый. На самом деле для нас очень важна работа и со школьниками, и со студентами, и с молодежью, потому что об экологии мы должны заботиться. И мы должны чтить и помнить нашу историю в том виде, в котором она действительно была. И поэтому для нас эта акция имеет важное значение, потому что молодой человек приходит, высаживает дерево в память о своем герое семьи, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Поучаствовать в акции может любой желающий. Для этого необходимо посадить несколько деревьев, а затем указать участок высадки на электронной карте сада памяти на сайте. За три года памятные сады уже успели появиться во всех 85 регионах нашей страны. В Ставрополе таких зелёных аллей уже несколько. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, Максим Квитковский. АТВ Ставрополь.